Временный Координационный Комитет, Олимпийский Комитет России, провел определенную работу вместе с Федерацией Легкой Атлетики. И мы прекрасно понимаем ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в нашей стране, сложилась на антидопинговом фронте. И мы рекомендовали, советы с президентом, с активом федерации, что на сегодняшний день мы при проведении конференции будем полностью учитывать интересы российской легкой атлетики. Все раски, все непонимания, все вопросы, связанные с амбициями тех или иных людей, все уходят в сторону, все отмобилизовываются только в одном направлении. Создать антикризисную команду, антикризисный комитет, антикризисный совет, президент Федерации Легкой Атлетики в небольшом составе, не 27, как мы планировали, или как положено по нашему уставу, а 15. Это оптимальный вариант, который позволяет решить все вопросы оптимальной подготовки любых документов и взаимоотношений с Международной Федерацией Легкой Атлетики. У нас было 4 кандидата на пост президента Легкой Атлетики Российской Федерации. Это Карамашев из Хакасии, Шляхкин Дмитрий Анатольевич из Самары, Шустов, Нижегородская область, и Бутов Михаил Яковлевич, генеральный секретарь, антикризисный кандидат России, федерации Легкой Атлетики. Таким образом, было принято решение, что два кандидата снялись с выдвижения. Это Бутов Михаил Яковлевич, который сосредоточился на деятельности внутри Федерации с тем, чтобы оказать максимальную возможность и поддержку при подготовке документов и прочих вопросов. Снялся Шустов в связи с тем, что он готовится все-таки к Олимпийским играм и пытается попасть в главную команду страны, и у нее есть на это все шансы. И он хочет сосредоточиться после уже окончания своей спортивной карьеры, сосредоточиться на карьере спортивного менеджера. И было принято решение, только два кандидата выдвигаются на пост президента. Значит, голосование в порядке поступления показало, что Карамашев Хакаси 0 голосов, Шляхтин, все 100% голосов делегатов было на его стороне. Поэтому мы его хотим поздравить и пожелать ему успехов в этой работе. Поэтому конференция поблагодарила прежний состав президента, и новый состав президента был единогласно утвержден сегодня на этой конференции. Как мы его называем? Антикризисный штаб. Таким образом, конференция была понятной. Выступал Виталий Мутко вначале с приветственными словами и позицией, которые имеет Министерство по антидопинговой работе в нашей стране. Жоков Александр Митч, который также поддержал все его тезисы и высказал свое мнение и мнение о Олимпийском титаросе относительно вопросов восстановления Российской Федерации на международной арене. И далее мы перешли к процедурным всем вопросам, которые оперативно, профессионально были выполнены. Поэтому замечаний и предложений по окончании конференции не было. На сегодняшний день президент избран, два вице-президента и 15 человек членов президента. В том числе. То есть они всего 15 человек. Все, спасибо. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, к вам вопрос. Возвращаемся. Почему вы приняли решение баллотироваться на президента? На самом деле я могу сказать, что решение было непростое и когда-то легкая атлетика сделала из меня человеком. То, что после этого я прошел, а я считаю, что я прошел от ученика детской спортивной школы до министра спорта регионального уровня, пройдя все этапы пути и те 15 лет, которые я отдал легкой атлетике, они, наверное, сделали сегодня выбор в сторону легкой атлетики. И в этот непростой период для России, непростой период для всей легкой атлетики. И семья сегодня легкой атлетическая меня приняла в свои ряды заново. Поэтому задача простая вернуть легкую атлетику на международный уровень, восстановить доверие ИАФ, восстановить доверие ВАДА, восстановить всех ребят и девчонок, которые могут выступать на серьезных соревнованиях всех уровней международных. Потому что все знают, что мы отлучены на сегодняшний день от этого момента. Поэтому будем работать 10 месяцев от этого срок, который необходим для того, чтобы полностью восстановить то доверие, которое на сегодняшний день, в сожалению, потеряно. Поэтому мной было принято такое решение прийти в легкую атлетику и постараться решить все проблемы, которые там существуют. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Пожалуйста, вопросы. Но изначально представляйтесь. И какой у вас камень? Сразу было решено открытое. Единогласно. Есть президенты кто? В том числе. Есть президенты. А, кто не президенты? Я сейчас... Кобельский. Да, значит, Кобельский Григорий Ефимович, министр спорта Пензенской области. И Моргачев Виктор Николаевич, виноват. Да, Моргачев Виктор Николаевич, город Москва. Это два человека, которые, в общем-то... И к вам вопрос. Мы пришли как антикризисный менеджер. Был ли у вас каков результат? И, собственно говоря, есть ли у вас программа, конкретная программа, для того, чтобы вывести трех арусов и назад пришли в состав Киеви? Ну, естественно, тот опыт работы, который у меня есть, мне приходилось в девятых-двенадцатых годах заниматься оптимизацией объединением Большого федерального учреждения Центральный спортивный клуб армии, который включал в себя порядка 18 филиалов по России, 7500 сотрудников, 450 человек только тренерских кадров, 156 объектов по стране. Этим вопросом мне пришлось заниматься. И последние мои проекты, которыми я занимался, это возвращение континентального хоккейного лада Тольяттинская, крылья Советов из ФНЛ, премьер-лигу, это футбольный проект. И волейбольный клуб «Нова» тоже вернули в прошлом году, в этом году, в этот сезон, премьер-лигу, супер-лигу. Вот последние проекты, которыми я занимался, которые были достаточно успешны. То, что касается легкой атлетики, то вопрос, конечно, немножко непрофильный на сегодняшний день, но мне кажется, те вещи, которые существуют, они банально понятны, понятно, чем заниматься. Есть вещи, которые обозначены Международной Федерацией, есть вещи, которые четко прописаны в тех требованиях, которые нам были на сегодняшний день предъявлены. Мы должны в оперативно короткий срок все эти моменты решить. И в марте месяце мы должны уже отчитаться о проделанной работе на уровне Международной Федерации легкой атлетики. Вот на сегодняшний день такие задачи стоят. Дальше будем по ситуации работать. Решите, каким образом программа, как есть, каким образом решать это? Эта программа прописана в тех требованиях, которые нам предъявлены в Международной Федерации. План работы и действий у нас есть. Если сейчас это озвучивать, это там порядка 20 пунктов. Главное, хотя бы главное. Главное, это вернуться на Международную арену. И восстановить доверие. А как сделать-то? Все хотят, чтобы легкой атлетики как были с Международной Федерации. Понятно, но как это сделать? Как сделать и выполнить все требования. И тогда вернуть доверие. Есть ли в новом составе спортсмены? Нет. Почему? Потому что мы антикризисный штаб. Давайте, коллеги, все-таки я в данном случае подскажу, помогу по всем вопросам. Да нет, нет. Значит, коллеги, давайте мы как определимся. Значит, наша задача программы «Минимум» – это сейчас сделать все максимально возможное перед тем, как попасть на Советы АФ, где мы должны показать свое лицо. Лицо понятное, жесткое, которое ведет серьезную работу по искоренению тех проблем, которые у нас есть. И принять все меры, чтобы наша сборная команда попала на Олимпийские игры. Значит, в марте месяце мы отчитываемся, а чтобы попасть на Олимпийские игры, нам нужно 6 месяцев. С тем, чтобы наши спортсмены, мы 15 декабря отправили в АФ в списки всех спортсменов, потенциальных кандидатов, они попадают в список, в который будет контролироваться и АФ. И не трижды наши спортсмены должны пройти тестирование антидопингов, то есть дать биопробу. Это вот программа, которая есть. Соответственно, значит, те критерии, которые выставила перед нами Международная Федерация, я общался буквально 4 дня назад с Международной комиссией, наша комиссия общалась с Международной комиссией, и мы, в общем-то, как раз говорили во всех вопросах, которые стоят перед нами, и чем мы можем быть взаимно полезными, потому что изначально мы договорились с комиссией, что мы работаем вместе по преодолению кризиса. Это комиссия, надо отдать должное комиссии АФ, которая не так же ставит вопрос о совместной работе с Россией по преодолению кризиса, потому что Россию они считают по преодолению кризису составной частью ЕАФ, хотя и на время отстраненной. Поэтому боль она общая, и надо ее вместе искоренять. Поэтому у нас есть 24 критерия, которые вывешены на сайте Международной Федерации, на сайте Общероссийской Федерации Легкоатлетики, ВФЛР, как мы говорим, и там есть и русский, и английский перевод, пожалуйста, они все есть, вы можете их посмотреть. И далее, как вчера, по этим сайтам, наши российские газеты как раз сделали хорошую обзорную статью, которую вы тоже можете посмотреть, можете от нас услышать. Но основные параметры я могу сказать. Первый и основной – это руководство Общероссийской Федерации, нашей Российской Федерации Легкоатлетики. Должно быть понятное, авторитетное руководство, которое будет руководить Легкоатлетикой в это кризисное время. Это первое. Второе. Мы сочли возможным не привлекать в новый штаб представителей Легкоатлетики, или функционеров, или людей, которые до этого работали в Федерации Легкоатлетики. Третье. Спортсмены, которые могли бы войти, у нас Купцова вошла, ну и другие какие-то могли, но мы попали здесь в юридический казус. В том числе, что дело в том, что спортсмены на сегодняшний день, они также попали под санкции, и они являются кандидатами на Олимпийские игры, они кандидатами в сборной команды страны, но мы нигде не выступаем. Таким образом, получается, что мы вынуждены, значит, сейчас не иметь сборной команды, уже утвержденной составом президиума, а новый состав должен его утвердить. То есть это процедурные вопросы, которые мы решаем. Кроме того, те спортсмены, которые, в общем-то, ну, Шустав этот пример, кстати, показал, молодец. Спортсмены, которые могли бы восстать войти в антикризисный штаб, сейчас сконцентрированы на Олимпийской подготовке. И сами понимаете, решение экстремально быстрых, серьезных вопросов вызывать людей со сборов в Португалии, Испании, Сочи, это серьезный момент, который, в общем-то, им лучше сконцентрироваться все-таки сейчас на подготовке к Олимпийским играм. Лебедева, она же не тренируется, да, она же не снимала свою поддержку, как она сказала. Это, коллеги, я только что уже сказал, значит, о том, что мы сочли возможным не привлекать специалистов, которые работали в предыдущем составе президиума. Это наше право. Конференция так решила. Так, давайте следующий вопрос и представляйтесь, пожалуйста. Сегодня на конференции. Еще следующий вопрос, Артем. Да, все, принесу в таз. Дмитрий Анатольевич, у вас вопрос уже несколько раз. Я могу сказать, что 10 месяцев давайте проживем, давайте вырубим эту ситуацию в нормальное русло, давайте поедем на Олимпийские игры, это задача номер один. А через 10 месяцев, я думаю, что будет принято решение дальше двигаться куда-либо, оставаться, либо идти какие-то на другие проекты. Спасибо. Дальше вопрос. Есть вопросы еще? Да. Есть момент, советский. Вы знаете, конечно, вопрос непростой. Я планирую 5 дней в неделю заниматься легкой атлетикой, и у меня есть договоренность с руководством региона о том, что я дистанционно пока эти проекты буду вести. И на самом деле очень много примеров, когда люди совмещают посты, и у нас эти примеры и у многих федераций, когда дистанционно можно заниматься многими вещами. Поэтому сейчас вся задача сосредоточиться на легкой атлетике. Дальше будем смотреть. По крайней мере, пока там ситуация благополучная, и, в общем-то, для опасения каких-то там моментов не существует. Ну, понесут ли наказание люди, благодаря которым сложилась такая ситуация? Ну, она уже в ситуации разрулится, на мой взгляд. Во всяком случае, вы понимаете, помните, что Валентин Васильевич Булахничев отстранен от всех должностей, и в том числе от легкой атлетики. Второе, значит, мы знаем о том, что на сегодняшний день господин Португалов, который оговорен в критериях, он уволен в июле месяце с поста замдиректора Внеевка. Кроме того, уволен Чогин Виктор Михайлович с поста замруководителя центра в Саранске 25 декабря этого года. Это вот те шаги, которые уже сделаны. Кроме того, сейчас наш временный комитет, создав две палаты дисциплинарные и расследование, они будут вести эту работу по выявлению виноват, не виноват, нарушил, не нарушил. Работа уже ведется, и те люди, которые, в общем-то, ну, мягко говоря, допустили нарушение эти допингового кодекса, они будут наказаны. Это аксиома. Мы обязаны это сделать, мы обязаны это показать. Поэтому эти люди обозначены в докладе ВАДа, эти люди обозначены в решении ХИАФ. Эта часть материалов находится в КАС, вы знаете, в Международном арбитражном суде. Поэтому у нас есть поле деятельности вот именно в этом направлении. И поверьте, значит, те люди, которые не виноваты, или которые случайно попали каким-то образом, они будут обравлены. Те люди, которые действительно допустили нарушение, они будут наказаны. И я вам скажу, что наша позиция, она очень жесткая, очень принципиальная. И поверьте, что мы идем правильным направлением. Во всяком случае, сам факт того, что мы приняли решение на президиуме Федерации Легкой Атлетики и нашего временного комитета, не привлекать лиц, которые на сегодняшний день вошли в доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства и в материалы ИАФ. Это наше право, право Федерации этих людей не привлекать на все мероприятия Федерации Легкой Атлетики до марта месяца, до разбирательства. Да, есть обиды, да, есть непонимания, да, есть возмущенные звонки, но это право Федерации. Не мы создавали эту ситуацию, но ее надо разрулить. Поэтому мы людям объяснили. И я приятно был, в общем, так удовлетворен, что Федерация на сегодняшний день единогласно, принципиально, с хорошим пониманием дала ответ на все вопросы, которые ставят перед нами комиссии. Принципиально разбираться с ситуацией и преодолеть кризис, который есть. А можно еще раз? Принципиально голосовали списком. Еще вопрос. Как только снимут с нас санкции, конечно, все будут допущены. И мы этого добиваемся. Почему мы так и стремительно пытаемся решить эти проблемы? Кому-то, может быть, не нравится, но мы хотим сделать это все достаточно жестко и быстро. И это было бы правильно. Потому что страдает очень много людей. В том числе, не вовлеченные, как бы правильно сказать, спорт высших достижений. У нас огромное количество любителей бега. У нас огромное количество марафонцев. У нас огромное количество специалистов, которые выступают за рубежом. И они тоже вынуждены сейчас страдать. Поэтому, когда возникает вопрос о жалости, ее нет. Надо пожалеть других, которые сейчас страдают. Спасибо. Геннадий Георгиевич, а если план Б какой-то, вот мы все сделаем, все выполнят? У нас план А. Выполнят. Не ставится так вопрос. Кроме Богословской, есть вопросы у кого не будешь? Да. Мы изначально договорились, что задача нашего временного комитета это вопросы, связанные со спортивной подготовкой. Все вопросы криминальные, коррупционные и прочее, значит, если мы их обнаружим, мы, естественно, даем преохранительные органы. И этим занимаются органы, которые обязаны этим заниматься. Это не наша функция, не наше право. Что касается участия спортсменов и проверки английских спортсменов, я только не понял, кого они хотят, с кем хотят контактировать. Если они... Нет, я понимаю. Если они хотят контактировать с РУСАДа, антидопинговой лабораторией, или с Федерацией, а к приезде кого? Наверное, имеется в виду офицеры ВАДА. Нет, офицеры ВАДА контактируют с Федерацией. Если это британская антидопинговая лаборатория, а когда она сюда приезжает? Если она приезжает по заданию ВАДА, она контактирует, соответственно, с Федерацией, и контактирует со спортсменами, в соответствии с кодексом ВАДА. То есть, это наша главная задача, полностью соответствовать кодексу ВАДА. Кстати, мы назвали свой комитет при Олимпийском, там и написано «Приведение в порядок всей ситуации в соответствии с кодексом ВАДА и уставом ИАФ».